Вот пошла запись, вот она запись, вот приближаем. Почему? Отдаляем. Вот такая вот штучка из дерева. Какие-то бочки, с которых можно сделать столы и стулья. Дальше идем к камушкам. Здесь все из камней, сейчас я обойду. Никуда не нажал, нормально. Вот тетя Лена ходит там. Это вот изделие из камней. Так, здесь отходите. Такой вот глобус из камней. Решетки. Так, здесь вот тоже уже пошли кованые изделия. Вот такая вот интересная сумочка. Сумочка на столе. Мешочек. Мешочек, да. Мешочек. В нем можно что-нибудь хранить. Так, здесь мы видим вот такой маленький уголок. Вот с такими деревцами. Интересно подстриженными. Как зонтик переплетенный. Вот мне больше даже не растение интересное, а вот эти вот предметы интерьера. Вот эти всякие кубы, какие-то декоративные. Вот стена интересная какая-то растения у меня вся в зеркалах. Вот он. Вот он. Параводик. Слоник. Ослик. Кенгурушечки. Вот здесь вот скамья и столик. Тут гномы живут. Гномы живут. Камушки. И тут камушки. Короче, вот красивее бочек ничего не видела. Ей больше всего бочки понравились. Кадушки. А можно из них вон куфики, стульчики делать. Можно в них что-нибудь хранить. Вот. О, смотри, какой башмак красивый вообще. Обалденный башмак. Просто обалденный башмак. Вот тебе, пожалуйста, всякие рамочки. Картиночки. Картиночки. Все из металла. Аквариум. Вот, видишь, аквариум, в котором рыбки не дохнут. Их можно даже не кормить. Псова, символ мудрости. Это яблочко. А, это тыковка. Это тыква. Она открывается. В нее можно прятать что-нибудь. Это бар. Мини-бар. О, мангалы. Вот, смотрите, какой мангал. Так. И там можно... Мяса нет, правда? Мангал есть, мяса нет. Неправильная реклама изделия. Можно даже вот убрать, поставить сюда цветочки. И будет ее со цветами. Вот. Такой вот Лева. Вот он. Красавец. Доказательство того, что это... Точно, что он Лева. Да? Сейчас посмотрим. Конечно. Стопроцентный мужик с железными и стальными. Обалдеть. Точно. Мужик. Так. Смотрим дальше. Что мы видим? Мы видим... Как вот такую вот композицию. Так. Что-то за конструкция какая-то оттуда идет. Полив. Система полива какая-то интересная. Видишь? Все поливается. Поливается в воздухе. Да. Девчонки решили охладиться, сразу освежиться. Здесь были уже. Девчонки. Вот так вот оно выглядит. Так. Смотрим. Это... Да. Я была права. Это автосистема автополива. именно вот для опрыскивания растений. Девчонки. 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 Растения. Девчонки. Он из соломы. Угу. Интересно, да? Барашек из соломы. Приходите к нам на сеновал, да? Да. Да. Что же ты себя создаешь? Ты себя создаешь? Вырур. Вас. О! Какая девочка красивая. Угу. Интересно. Я нарисовала Юлия Сергеевна. Вот они такие вот. Баравски-баравски. Агроклуб-усадьба. Там можно вот... Такие вот лампочки красивые. Это больше, наверное, Виталику будет интересно. Да, Лен? Так, здесь вот усадьба какая-то. Вот так вот. Вот такой вот сад влюблённый. Всё в фигурках. Всё в людях. Такая вот беседка. Прозрачная. Тоже с людьми. Вот так вот они тут живут. Заметь, одни художники в Ростове. У них художники, видишь, даже там вроде. Так, переходим в следующий сад мечты. Так. Называется ловец снов. Вот он. Ночевать негде. На лавочке ловят сны, наверное. Подожди, я ж красиво хоть сяду. О, по-моё! Ты будешь сейчас за завтра. Конечно, ты меня вот фотографируешь, как попало. Нет. Дожди ещё с другого. Ещё с другого. Покупай. Покупай. Давай, давай, не халтурь, главное. Так, а здесь у нас стена из растений. Такая вот стена из растений. Не отдаляет дальше какой-то садовый центр Юнамак. Вот это называется портал желаний в городском саду. Ну, название красивое. Портал так себе. Так, сила мечты. Ну, все такие мечты, такая сила. Так и будем жить. Мобильный сад. Потому что всё в кадушках. В горшках можно всё это перемещать, передвигать, ставить куда хочешь, куда хочешь, когда хочешь. Ну, здесь что, вот, ну, красивые горшки, куличные. Все эти растения в них. Это вот опять модульный сад, который можно трансформировать как угодно, переносить, передвигать. Всё растёт вот в таких, этих, кадушках. Всё растёт в красивых качках. О, улитка. Вот тебе живут сегодня, сфотографирую и покажу. Какие интересные, какой-то кустик. Такие интересные, какой-то кустик. беленький, беленький, цветочка. Вот, сделаешь такой райский уголок. Нужно будет нам с тобой на лавочке сидеть. Сад здоровья. Так. Вот, вы что-то такое сегодня видели. В общем, все полезные для здоровья. вот здесь у нас есть с тенями, которые можно... Ну, что такする? disputes... не знаю что это за деревья куча всяких деревьев куча всяких деревьев он стоят все в горшках просто так стоит 5 5 ты не хочу так поняла это аптечка это аптечка один смотри для разных органов человеческое что полезно сажать не тариф нет догадываемся по картинкам по ним это мозг это легкий это глаз а это желудок а что это где он там где желудок что это розмарин что представлен ученица третьего б-класса лицея номер 11 естественно научные и субаевой софии растения предоставлены садовым центром камелия контейнеры компания гардика поставщик из италии и сад имеет такую концепцию что он создан для здоровья человека и выбраны полезные для тех или иных органов человеческого тела растения пиалка трехцветная она для почек полезно лаванда успокаивает нервную систему соответственно покажет головной мозг желудок это розмарин чабрец посольствует пищеварению гераль лечит болезни глаз а роза как говорил авиацина она от 100 болезней поэтому но все остальное красивое обрамление понятно вот потому что конечно же физическое здоровье как ребенок считать невозможно без духовного вот но тем не менее все то что полезное дается нам свыше мы должны применять себе же во благо лицей номер 11 первого класса изучает дополнительный предмет под названием здоровья вот эту тему которая его интересует которая его волнует он воплотил вот в таком ландшафтном уголочке в таком садике в общем то по сути форму ландшафтный имеет как аптекарский огород время эти сады были очень популярны например при церквях при монастырях а на сегодняшний день они возрождаются например главный ботанический сад россии это вот в москве у него тоже есть свой аптекарский огород конечно он имеет огромные масштабы это конечно совсем маленький мы поняты науки надо просто ну что это скажу ой куча всяких разных растений если они не особо разбираюсь для меня не особого интереса не представляют люди очень заинтересованы анти все это разглядывают им это все интересно но я сейчас как тот дилетант мне больше волнует вернее меня больше если привлекает то эстетическая сторона этого мероприятия чем все остальное вот видишь тут лена честно работает выполняет задание добросовестно вот она тебе здесь все как ты не любишь все чистенько все аккуратненько все на голом песке на земле травы по пояс нет никакой натуральности вот такой слоник здесь живет а в нем живут розочки а почему он желтый как ты думаешь он просто завял нет это не завелась какая-то вариагата вариагата да и пестролюсная да тетя лена прям со всей ответственностью относится к поручению видишь доказывает что она не бездельничала вот вот это я понимаю уголок вот этот уголок я понимаю дядя вов вот здесь мне все понятно все интересно все замечательно вот такой формат не понятно да такой мангал нам нравится статуи из проволоки потом можно и самим скрутить стрекоза я только сейчас приняла что это стрекоза не наступи никуда это только сейчас нашли стрекоза из такая вот проволочная вот она сидит как-то так вот красиво камни с кустиками с растениями и очаг вот есть даже кактусы растут в ростовской степи начали расти кактусы все вот оно пришло глобальное потепление тетя лена исполняет свои обязанности добросовестно видишь нашла какой-то шалаш для влюбленных снять невозможно потому что солнце мешает он искусственный красиво но не живо спасло что стоит страну ничего наверно я поняла это платье все сейчас текста она то есть она 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 расскажите нам что это это сухие гуминовые кислоты скелет гумусового слоя это получено из леонардита это бурый уголь одна из фракций бурого уголя леонардит максимально насыщен гуминовыми кислотами это 95 процентов и как он влияет что они что они делают собственно говоря получается гуминовые кислоты в почве они структурируют ее то есть восстанавливают структуру до соответственно задерживают влагу восстанавливают аэрацию вот помогают усвоению питательных веществ собственно добавляя их мы предлагаем вносить эти гуминовые кислоты для увеличения и приживаемости и урожайности в том числе вот самое интересное дядь Вов на твоей выставке ландшафтного дизайна это ребята которые рисуют кутюрморты ну а вот уже выставка работ очень интересная техника какие-то выставка ландшафтного дизайна 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 Продолжение следует...